Друзья, всем привет с умеяков! И в сегодняшнем ролике мы с вами поговорим о охотнице, которая будет качаться как налетчик. Это циклон подобный геймплей, то есть она будет атаковать умением вихрь. Кроме того, будет наноситься дополнительный урон от умения взрыв лавы, так как мы использовать здесь будем топор мгамаху. Геймплей этот очень быстрый, довольно-таки сильный, и с его помощью можно быстро защищать любые карты. И если вам нравятся вихриподобный геймплей, и вы, допустим, поиграть хотите за охотницу, то для вас я хочу продемонстрировать вот такой вот билд. Ну что ж, давайте приступим! Итак, а использовать мы будем следующие приметы. Первое, это броня брюхозверя. Броня будет поднимать наш запас здоровья, а также немножко сопротивление к нашим стихиям. Следующий примет, это двуручный топорик фламинга маху. Он нам будет позволять наносить урон дополнительный от умения взрыв лавы, так как этот схилл 16 уровня зашит в этот топор. Кроме того, будет подниматься скорость нашей атаки и подниматься физ урон. На шею мы вешаем амулет кровь в ксофо. Он поднимет показатели нашего здоровья, будет помогать пробивать сопротивление к огню у противника на 10%, а также наш полностью вешал урон будет конвертироваться в огненный урон. Ну и последний уник, который мы используем, это головной убор лакочистия Девота. Этот шлем будет помогать поднимать нашу скорость атаки, а также показатели брони и уклонения тоже будут повышаться. Кроме того, благодаря этому шлему мы будем быстрее перемещаться по карте на 20%. Но все остальные предметы, которые на себе используют, как одно кольцо, второе кольцо, ботинки, пояс, перчатки, они, видите, все желтые. Ищите такие предметы, которые будут поднимать запас вашего здоровья, сопротивление к всем стихиям, ну и само собой, если есть нужные характеристики, допустим, интеллект или ловкость. Если чего-то у вас не хватает, можно на этих предметах, собственно говоря, добирать. Что касается одного кольца и второго кольца, желательно, чтобы там было увеличение плоского физического урона, ну или огненного урона, для того, чтобы в пятникак мы больше наносили урона по противникам. Теперь давайте разберемся с нашими связками, и главная связка находится у нас в броне. Основной наш урон мы наносим с помощью мини-вихрь, а как всегда остальные камни поддержки этот урон бафают. Камни следующие. Урон от стихии к атакам, урон огнем, ускорение атак, пронизывающий жар, а также расширенная область действия. Когда вы будете сражаться с боссом, то расширенная область действия можно поменять на такой камушек, как средоточие. То есть зона вашего поражения уменьшится, но зато увеличится ваш урон. Следующая связка находится у меня в топорике, и это по сути Смилинг. Почему? Потому что в топоре уже зашит скилл, благодаря которому мы будем наносить дополнительный урон, и это взрыв лавы. А это значит, что все остальные камни поддержки, которые будут находиться в этом топоре, они этот скилл будут бафать. И само собой не обязательно, чтобы они были залинкованы. Просто хватит шести сокетного топора. И камни тут следующие. Это концентрация стихий, пронизывающий жар, средоточие, урон от стихии к атакам, много дополнительных снарядов, а также физический урон с снарядами. Связка, которая отвечает за временем и иммунитет физическому урону, находится у меня в моем шлеме. И это сотворение жар при получении урона, призыв к смерти, ну и продление. Обособленно у меня здесь находится камушек, ловушка молниевал для того, чтобы бафать свой урон. В моих ботинках находится связка, которая отвечает за перемещение, и это наскок, а также ускорение так. Также тут имеются два камня, которые будут бафать. Или урон, или допустим мою стойкость. Урон мне будет бафать ваш предков, а стойкость, а также отхилл будет помогать бафать или совершать клич стойкости. Так как я использую пояс Лиги Бездны, который в принципе можно получить и сейчас, тут имеется сокет. Да, и в этот сокет я инкрустировал самосвет, который бафает мой урон, а также урон от топоров. Следующая связка находится у меня в перчатках, и она отвечает за, скажем так, за проклятие. То есть, чтобы мое проклятие работало по принципу ауру. Это богохульство, которое, собственно говоря, этот эффект нам позволяет сделать. А проклятие горючесть, которое будет снимать сопротивление к огню у нашего противника. Еще у меня тут находятся два обособленных камня. Это Вестник Пепла, который будет бафать мой урон, а также Кровавый Гар. Он будет поднимать мою скорость атаки, а также будет помогать создавать заяды ярости, которые мы убьем противников, что в свою очередь также поднимет нам урон. Из флаконов я использую Умирающее Солнце, Львиный Рев, Мудрый Дуб, один флакон Здоровья, который снимает кровоток, ну и ртутный флакон, который будет увеличить мою скорость перемещения. Что касается кваса с бандитами, то мы убиваем абсолютно всех разбойников, чтобы получить два дополнительных очка пассивных навыков. Что касается Пантеона, то сверху мы берем душу Слярис, а снизу мы берем душу Городкула. И это все, что касается экипировочки, а теперь давайте разберемся с Деревом Навыков. Итак, для начала давайте разберемся с пассивками Восхождения. И когда мы проходим наш первый лабиринт, мы нашу Охотницу превращаем в налетчика и качаемся в сторону такой пассивочки, как Брезочный Удар. После второго лабиринта мы идем в сторону пассивки Воплощения Пелены. После третьего лабиринта мы идем в сторону пассивочки Путь Браконьера. Ну а после четвертого Уберлабиринта мы забираем Воплощение Боевого Ража. Такие вот были пассивки Восхождения, а теперь давайте разберемся с основным Деревом Навыков. Если что, как всегда, ссылка на это дерево будет находиться в описании под роликом Так что по этой ссылочке переходите и с деревом, если это вам надо, подробнее разберитесь Ну а теперь давайте разберем его главные аспекты Естественно, нам надо поднимать наш урон, а также нашу выживаемость Так как мы играем за охотницу, допустим, свой урон мы можем поднять с помощью зарядов ярости В этом гейплее максимальное количество этих зарядов у нас будет 7 И кроме поселок восхождения на дерево мы их можем поднять дополнительно 3 Это вот 1, вот 2 и вот-вот 3 Для того, чтобы бафать свой урон, я поднимаю стихийный урон Это вот внизу здесь Физоурон увеличиваю здесь Физический урон, как урон ближнего боя, это пора я увеличиваю здесь и вот здесь Но все остальные пассивочки направлены на то, чтобы бафать с мою стойкость, то есть мое здоровье Также у меня имеются пассивки, которые будут немножко меня выхиливать, а также воспринимаясь ману Все эти пассивочки сосредоточены вот тут вот Вот такое вот дерево получается у вихревика, игра через охотницу Ну а что касается самосветов, то еще есть такие самосветы, которые будут бафать ваш урон от огня Физический урон в ближнем бою, физический урон с топорами в руке Скорость атаки поднимающая, увеличивающий процент здоровья Ну и если необходимо, допустим, ваши характеристики, тот же интеллект Потому что в этом геймплее с ним могут быть проблемы И если что, старайтесь увеличение интеллекта ловить в предметах В общем, вот такое вот дерево Напоминаю, если что, ссылка будет находиться на него в описании под роликом Ну а теперь давайте разберемся непосредственно с геймплеем Ну а геймплей я вам продемонстрирую на карте 14-го тира И как только мы туда попадаем, мы совершаем нашу заводочку То есть Вестник Пепла и Проклятие Но затем приступаем к нашему действию, то есть уничтожению противников Перемещаться по карте мы будем очень-очень быстро Когда будем убивать противника, мы будем приобретать форму призрака Это значит, что наша скорость перемещения будет тоже увеличиваться А если при этом мы еще прожмем уртупный флакон, бегать мы чисто ногами будем очень-очень быстро Если впереди нас будут встречаться какие-то преграды, то мы их сможем перепрыгивать с помощью умения наскок А как только обнаружим противников, то конечно же будем уничтожать их умением вихрь Когда будете крутиться вихрем, то прожимайте наши 3 первых флакона Для того, чтобы бафать наш урон Предварительно прожмите кровавый угар Для того, чтобы баф от него висел постоянно Как только вы прекратите убивать противников и увидите, что этот баф слетел, то этот скилл пожмите повторно Если что, возле противников можете прожмать ваш клич Для того, чтобы вы получали меньше физического урона Кроме того, себя будете немножко и выхиливать Когда вы будете атаковать и убивать противников, то вы будете получать еще заряды ярости А в этот момент вы еще больше себе будете увеличивать урон Напоминаю, что в этом геймплее мы одновременно будем иметь 7 зарядов ярости Но во всяком случае, если вы соберете также дерево Значит урона у нас будет еще больше Бафы свой урон, ловушка, умолниевайл или тотемом на карте, я думаю не стоит А эти два умения, допустим, переберегите до босса А на битве с боссом мы эти два скилла запускаем Тотем где-нибудь недалеко от себя Ловушка, умолниевайл прямо от босса Каменная расчинная область действия из брони достаем и меняем на сосредоточие И крутим совокруто около босса, пока он будет не уничтожен Прожимая при этом на всякий случай наши вспомогательные умения Как и наши флаконы Вот и все, дорогие друзья, вот и все Что вы думаете об этом гипплей и билде, пишите в комментарии под роликом А я с вами прощаюсь Благодарю за просмотр Ну и желаю удачи в фарминг гейма Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале Комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал на ютубе Вступайте в группу ВКонтакте Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео Желаю всем удачного фарма С вами был Яков, пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА